Как на всё найти время? Как на всё время? И как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Со своими мечтами, желаниями, семьёй, мужем, детьми. Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё. Находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Не часто среди женщин, да и в целом среди людей, встречаешь готовность откровенно рассказать и поделиться эмоциями, опытом, порой не самым весёлыми моментами, без оглядки на «А что скажут?», подумают и прочее. Героиня этого выпуска, леди в деле Олеся Рудакова, свою историю рассказывает не просто увлекательно, а весьма поучительно. Однако, лишая слушателя даже малейшего намёка на поучение, она просто делится своим опытом и историей успеха. Не всегда количество, допустим, денег делает человека счастливым, да, и не всегда к отсутствию несчастным, да, так как и здоровье, и количество детей, или, может быть, наличие мужа или его отсутствия. И мне кажется, что счастье, она вот какая-то гармония внутри. Всё-таки женщина, вот она тогда женщина, когда она сама излучает счастье, и когда она может этим счастьем поделиться. Я стараюсь всегда как-то развиваться во всех областях, как есть такое колесо баланса, и в личной жизни, и в образовании, и, конечно, в своей профессии, и с ребёнком, и с мужем, да, вот это всё. И если мне где-то что-то не хватает, я стараюсь это восполнить, да, что-то придумать или что-то там новое для себя узнать или как-то вот там изучить. Для меня нет такого прям сильно тихого счастья, да, как говорят, вот она вот прям тихая, то есть мне хочется всегда, мне хочется что-то нового. Вот как ты узнаешь секреты своих героинь, так и я узнаю секреты семейного счастья, может быть, какое-то там в садоводстве, в кулинарии, ещё что-то. И вот это, наверное, взаимный обмен энергии – это тоже счастье. Это сегодня она успешная леди в деле в сфере рынка недвижимости, руководитель компании, мама, жена, хозяйка. Однако путь к этим достижениям был весьма непрост. Я была вынуждена работать на нескольких работах. Денег не хватало, то есть у нас была такая молодая студенческая семья, мои родители помогали снимать квартиру, вот, и хотелось, конечно, развиваться. Вот, и вроде бы пытались вдвоём, но в определённый момент стали твориться какие-то такие непонятные вещи, стали пропадать деньги из дома, стало прям совсем вот так тугой. Я помню, что я покупала одну курицу, из неё делала там и первое, и второе, и ещё там что-то там оставляла. Пыталась вот покрупиться, знаешь, там заработать побольше денег для того, чтобы как-то получать это развитие. Вот, к сожалению, у супруга этого не получалось, и я всё думала, что действительно там где-то обманывают, где-то, может быть, что-то вот он пытался работать там в строительстве, на каких-то других профессиях, и я входила в положение, старалась как истинная жена как-то вот, знаешь, ему помогать и что-то делать. То есть через какое-то время оказалось, что он играет в игровые автоматы, и тоже я пыталась как-то вот с этим исправиться, то есть обращались к психологу, да, ну, то есть какие-то советы к психологу, что можно человека вылечить. Тоже вроде бы как он говорит, да, я хочу, вот чтобы у нас семья там развивалась. Но дальше разговоров дело не зашло. Деньги, заработанные Олесей, продолжали исчезать в пагубной зависимости мужа. Пропадали вещи, звонили кредиторы, практически ломились в дверь. В тот период семья готовилась к появлению на свет малыша. В положении Олеся столкнулась с полной безответственностью супруга и угрозами. Тех, кому он задолжал. В определенный момент, то есть началось все сначала, и уже, знаешь, прям совсем трудно, то есть там стали приходить, угрожать. Настолько был критичный момент, что он вообще скрылся, да, то есть мне приходилось, и мне пришлось уехать, то есть с осемной квартиры, потому что, ну, вообще бы у нас было, ну, скажу, это угрожало прям моей жизни. И для меня, конечно, это было, знаешь, вот такое сильное там потрясение. Этот переломный момент стал тем самым Рубиконом, перейдя который, женщина становится либо слабой и беспомощной, вынуждена искать поддержки у близких и друзей, либо брать руль в свои руки и заново строить жизнь. Самой, с полной ответственностью, без нытья и жалоб, что и сделала моя героиня. Возвращаться домой к родителям, говорит Олеся, было тогда очень стыдно, хотя те, несомненно, поддерживали дочь, но все же воспитывали в строгости и с пониманием, столкнувшись с проблемой, решать нужно самой. На тот момент там работал только папа, были тоже определенные такие сложности, вот, и, наверное, для меня это было такое вот испытание, именно когда я поняла, что теперь не только моя жизнь зависит от меня, да, но и жизнь ребенка, эти были вот такой грудной, и я помню, знаешь, я работала из самых, ну, буквально там пару месяцев, наверное, когда я не работала, а потом, скажем так, я прям включилась, брала его с собой, или бывало такое, что я там с мамой договаривалась, ей большое спасибо, конечно, родителям, они мне очень помогли в этот момент, но бывало такое, что я прям приезжала, да, либо ездила прям на показы с ребенком, либо там, допустим, что-то там покажу, на какую-то сделку съеду, приезжала, покормлю его грудью и поехала дальше отработать. Это сегодня в нашей беседе Олеся улыбается, рассказывая о том времени, а тогда можно только представить, что испытывала женщина, в адрес которой звучали угрозы, брошенные мужем с ребенком под сердцем. Она, несомненно, борец. В тех сложных обстоятельствах именно это качество помогло не просто выжить, но и начать строить свое дело. Надо каждый день начинать с нуля, и до сих пор, вот я каждый день начинаю с нуля. Нельзя, вот если у тебя что-то есть, да, ты можешь сделать больше, ты можешь делать кого-то счастливее, или, может быть, ты можешь для кого-то сделать что-то полезное. То есть, наверное, вот эта вот отдача, когда ты можешь что-то отдать и что-то получить. Ведь миссия вот любого человека, мне кажется, знаешь, кто вот тут там успешен, или кто вот продвигается, который не думает только там о себе и о своем, знаете, о своем какой-то там прибыли, или о своей какой-то там жизни только. Такие, как правило, бывают паразитами, да, которые пытаются за счет кого-то других. То есть мне не хотелось быть паразитом ни для родителей, ни для какого-то мужчины, да, ни для чего. То есть, вот это, наверное, зачастую, может быть, для меня само это не всегда хорошо, да, что я сделаю это сама, я лучше там, чем кого-то там попросить. Конечно, может быть, и надо учиться этой там, просить этой помощи какой-то. Потому что сидеть и мечтать, ну, можно мечтать там годами, да, надо бы просто делать. Построить будущее для самых близких – сына, родителей. Вот та самая сверхзадача, которая стояла чуть выше целей, и которую Олеся Рудакова осуществила в полной мере. Она много лет успешно руководит агентством по недвижимости, постоянно держит руку на пульсе последних тенденций в этой сфере, ведет сделки, у нее свой взгляд, своя стратегия и очень сильный запал. В хорошем смысле – упертость. Каждый человек сталкивается с закрытыми дверьми. И чем больше этих дверей, тем можно больше, либо, наоборот, расстроиться и закрыться, либо себя проявить. То есть, получается, в моей профессии очень много закрытых дверей. И очень часто люди вообще как бы негативно относятся, вот, именно, да, к риэлтору, именно к агенту по недвижимости. Но я в этом плане никогда не отчаиваюсь. Если что-то закрыто, я пытаюсь понять, почему это закрыто, да, как я могу это открыть. То есть, это же вот можно разное придумать, да, можно подобрать какой-то ключик, замочек, можно как-то вот попытаться туда войти. Не останавливаться и пробовать – вот то, что явно любит эта леди. В ней чувствуется азарт и здоровый авантюризм. Возможно, эти качества помогают ей сохранять позитив и свежий взгляд на мир. Я играю на гитаре с детства. Вот я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но потом поняла, что фортепиано никуда с собой не унесешь. И, конечно, когда хочется где-то там попеть, да, в какой-то компании, и я тогда освоила гитару и стала изучать разные песни такие, чтобы тоже все знали, да, какие-то молодежные, популярные, очень люблю русский рок, там, Цой, Наутилус, Помпилис, Чиж. Увлекается Олесе, кажется, практически всем. Хватает ее и на обустройство дома, и, наконец, на заботу о близких. Сейчас она замужем, воспитывает сына. Скорее, даже личным примером. Мальчик учится делу с помощью мамы, разрабатывает сайты, увлекается IT-технологиями. То есть это не хобби, это вот, скажем, часть моей жизни. Я пою в храме у нас здесь тоже, в Щелково, в Потапово. И даже одно время хотела посвятить свою жизнь ее храму, быть регентом. Вера. Именно вера помогла Олесе во многом преодолеть все невзгоды и печали. Помогает она ей и сейчас. Вот интересный вопрос. Если бы все-таки не было вот этой истории с разводом, с этим вот уходом мужа, с этими тяжелыми моментами, была бы ли ты сейчас вот той Олесе? Нет. Если бы все было хорошо, возможно, у меня бы было какое-то хобби хорошее. Возможно, я бы сидела дома, воспитывала детей. И, соответственно, ничего бы это не делала. А, наверное, вот эти все какие-то жизненные ситуации, они и помогли мне, скажем так, были каким-то таким пинком, когда я понимала, что мне не на кого рассчитывать. Да, наверное, здесь почему? У меня даже вот сейчас очень много бывает людей, которые ко мне обращаются, и решить какой-то жизненный вопрос, и даже там устроиться на работу, и некоторые, кто работает, у которых действительно какие-то тоже такие ситуации в жизни. И я, наоборот, с радостью им помогаю и беру таких женщин, которые, ну, может быть, у них в какое-то позднее время случилась какая-то такая, там, трагедия или там жизненная ситуация, потому что, ну, действительно, женщина, она так вот, знаешь, не защищена у нас, не, ну, старается и государство, безусловно, да, и как-то общество, но все равно, вот, по сути, если женщина, там, остается с детьми, или как-то, ей все равно надо возрождаться, что-то делать для того, чтобы прокормить, поставить на ноги, дать образование. Секретами успехов в работе Олеся также щедро делится. Вот уж о чем, о чем, а об этом она может говорить бесконечно, причем абсолютно профессионально и со знанием дела. По собственному признанию о работе она может говорить не только часами, но и работать сутками напролет. Говорит, даже ходила к психологу, чтобы избавиться от постоянного желания работать. Я в профессии 15 лет. Именно свое агентство, у меня 8-й год, вот в феврале будет 8 лет, как у меня своя компания. До этого я работала и руководителем отдела, и работала, вот я прошла путь, знаешь, от обычного стажера до, получается, вот прям руководителя агентства недвижимости. То есть это очень, ну, скажем, такой типичный путь среди риэлторов. И я думаю, что, наверное, я как раз изнутри понимаю надобности своих сотрудников, как это нужно делать. Но и до сих пор я могу сказать, что вот я сейчас с вами вещаю две бизнес-модели. Мне очень нравится продавать, мне очень нравится помогать людям. Эксперты вторичного рынка жилья меня наградили на Международном жилищном конгрессе. То есть такая вот прям, скажем, такая большая, у нас там 5000 участников приезжает. И, конечно, для меня это такие большие награды и как раз заслуженные в плане вот именно результатов. Ее дело процветает и благодаря сложной работе коллег, которых она набирает лично, и всегда полагается на профессиональную интуицию, стремясь помочь людям. Берет на работу женщин, попавших в сложную ситуацию, зная, если есть возможность, людям нужно помогать. Этих принципов Полеси придерживается во всем, в том числе в личной жизни. Желание быть не только леди в деле, женой, но и многодетной мамой было в приоритете героини. Но тут, как говорится, человек лишь предполагает. Так получилось, что во втором браке детей не случилось. Однако и здесь Олеся не отчаялась. Любовь и забота, которую она хотела подарить своим детям, дарят тем, кому ее, к сожалению, не досталось от родителей. Это отдельная тема, о которой я просто не могла не спросить. Как так получилось, и кто они, те дети, которым ты помогаешь? Все, конечно, не спонтанно. Действительно, я всегда хотела иметь много детей. У меня всегда была такая потребность. Допустим, у меня семья двое, у меня есть брат, а мне хотелось иметь трое, может быть, больше детей. Я всегда в такой мечтах представляла, что у меня будет такая семья, полная чаша, как это, наверное, многие женщины хотят. Сначала хотели усыновить ребенка, прям вот совсем усыновить. И просто так нельзя усыновить. Сейчас нужно проходить определенную, допустим, школу приемных родителей, получать разные медицинские тоже, и анализы, чтобы ты мог быть как раз приемным родителем. Еще кому-то могу дать что-то такое и теплое, и в то же время чему-то помочь. Так получилось, что Олеся Рудакова опекает двух человек – девушку Дарью и юношу Илью. Для них она попечитель, ответственный взрослый, который может подсказать, морально поддержать, сориентировать в этом порой жестоком мире. Женщина – пример неунывающая, цельная, жизнеутверждающая. Она просто излучает уверенность. За время беседы Олеся ни разу никого не упрекнула, не обвинила. Даже тот непростой период в своей жизни вспоминала без трагической ноты. Ее пример вдохновляет. Вот что бы ты сказала сейчас? Допустим, сидит перед экраном такая же девушка, у которой вдруг весь мир рушится на глазах, проблемы, куча всего, она себе это по-другому представляла, и вот она не знает, что ей делать. Вот что бы ты ей сказала? Я бы, наверное, сказала, что очень важно не отчаиваться. Действительно, я как верующий человек на все воли Божьей. Действительно, если тебе эта ситуация дана, значит, она дана тебе для чего-то. Для того, чтобы действительно двигаться вперед. Я считаю, что любой женщине, будь она в какой-то плохой ситуации или в хорошей, просто нельзя останавливаться ни в чем. Я бы посоветовала женщинам просто подойти в зеркало, посмотреть, сказать, какая там хорошая, у меня все получится. И это, на мой взгляд, самые главные составляющие счастья Олеси Рудаковой.